МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поговорим еще на пару тем, которые я сейчас называть не буду, но это связано с вопросами телезрителей и радиослушателей. Самое главное событие, которое произошло в конце февраля в сирийском конфликте, это, безусловно, соглашение между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о том, чтобы установить перемирие между всеми воюющими сторонами в Сирии, а этих сторон, кстати, больше, чем две и даже больше, чем пять. Там есть несколько группировок, которые воюют все против всех, либо против правительственных войск Башара Асада. И это на самом деле очень знаковое такое событие, которое оценивают с разных точек зрения. Ну, сравнивают, например, с минскими соглашениями, связанными с конфликтом на Донбассе. Некоторые аналитики говорят, что, в общем-то, точно такое же соглашение, оно ни к чему не приведет, войну это не остановит, все равно будут стрелять. Но, тем не менее, хочу обратить внимание на вот какой важный ключевой момент. Представьте себе, в сирийском конфликте выгодополучателей несколько. Ну, все знают о том, что нефть, которую добывают боевики ИГИЛ и других террористических группировок на оккупированных территориях Северного Ирака и Сирии. Эта нефть, в общем-то, перемещается наливниками, колоннами, она перемещается на территорию Турции. То есть Турция все равно участвует в конфликте, а посредованно она не участвует как государство против Сирии. Кстати, исторически Турция считает Сирию своей территорией. Если вспомнить, до начала XX века вся эта территория входила в состав Османской империи. Там есть, знаете, такое послевкусие. У турков есть интерес свой стратегический, имперский, связанный с этими территориями. Но, тем не менее, в данном случае Турция впрямую не участвует, но через ее территорию принимается нефть, принимаются артефакты после разграбления исторических ценностей на территории самой Сирии. И, в свою очередь, за эти деньги поставляются боевики, амуниция, снаряжение, боекомплекты для боевиков. И даже группы террористов, там численностью 50-100 человек, они тоже приходят в Сирию с территории Турции. Но Турция, как страна, в этих соглашениях между Соединенными Штатами Америки и Россией не участвовала. С другой стороны, мы с вами слышали о том, что на стороне ИГИЛ участвуют даже кадровые офицеры Саудовской армии. Но, тем не менее, Саудовская Аравия не участвовала в этом соглашении. Понятное дело, что они входят в коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами. Но, еще раз обращаю внимание, по сирийскому конфликту соглашение произведено и заключено между двумя центральными державами мира. Там нет в этом соглашении ни Китая, там нет Ирана. Там есть предводители разных коалиций. И вот это, на самом деле, очень важный момент, который все упускают из виду. На сегодняшний день в мире существуют две, ну, не побоимся этого слова, супердержавы, которые через свои органы управления, через свое влияние на своих союзников сели и договорились по самому болезненному конфликту на территории планеты Земля, который на сегодняшний день существует и который определяет проблемы очень многих регионов. Все беженцы, которые двигаются, не все, но значительная часть беженцев, которые двигаются в Европу, они родом из Сирии. Либо прикрываются сирийскими паспортами по 800 долларов. Но, тем не менее, Сирия является, ну, как бы официальным и полуофициальным источником этих проблем для Европейского Союза. И вот этот факт признания того, что центр концентрации управления, есть такой термин, находятся атлантисты в Соединенных Штатах Америки и в Москве. Вот этот момент на самом деле важен со всех смыслов. Когда мы с вами вступаем в дискуссии с нашими бывшими соотечественниками, которые находятся по ту сторону Перекопа, по ту сторону российско-украинской границы, то очень часто можно услышать разговоры о том, что, да вот, Россия уже все, вот осталось совсем немного, что в России голод. И даже непонятно, откуда люди берут эту информацию. Там есть определенные сайты на Украине, которые кормят людей такой дезинформацией, но мы действительно на чистом глазу, люди нам рассказывают о том, как у нас все плохо и, самое главное, хуже, чем у них. Тем не менее, сам факт того, что соглашение по Сирии произошло между двумя сверхдержавами, которые имеют два разных способа управления, две разных концепции управления миром. Мы ведь с вами видели, на секундочку, как Соединенные Штаты на протяжении двух лет вместе со своими союзниками бомбили ИГИЛ. И к чему это в конечном счете привело? Это один способ управления проблемами, способ управления человеческими процессами в целом в стратегическом регионе, связывающем Европу, связывающем Ближний Восток, Саудовскую Аравию, страны Персидского залива и Большую Континентальную Евразию. Это фактически узел, через который проходят морские транспортные, газотранспортные, нефтепроводы. Там на самом деле и происходит вот этот узловой конфликт двух цивилизаций. И вот если разделить, даже невзирая на более дробное деление, что весь мир состоит из двух цивилизаций, это Запад и Восток, то вершиной восточной цивилизации на сегодняшний день по факту, по факту своего участия в этом конфликте, по факту своей геополитической инициативы, эту инициативу держит Российская Федерация, российский президент и весь концептуальный штаб управления, который нашего президента окружает. Это принципиальнейший важный момент, который на самом деле, кроме того, что характеризует интеллектуальные возможности русской цивилизации, еще и характеризуют силовые наши возможности. То есть за прошедшие месяцы, напомню, что с конца сентября и начала октября Российская Федерация по приглашению правительства Башара Асада участвует на стороне легитимного правительства в этом конфликте, без наземной операции, но только с военно-космическими силами. Военно-космические силы Российской Федерации поддерживают армию Башара Асада. И эта легитимность, это очень важный момент, все остальные коалиции, члены американской коалиции, там, ну как бы вышли погулять, совершенно не имея ни мандатов местного правительства, сирийского, не имея даже разрешения ООН. А это очень важный момент. То есть Российская Федерация, в отличие от западной цивилизации, прежде всего придерживается принципиальных моментов своего поведения. То есть мы никогда не нарушаем закон с точки зрения международного права. Мы действуем только по приглашению правительства легитимного Сирийской Арабской Республики. Мы что сказали, то и сделали. Перед тем, как вступить, мы проконсультировались и поставили в известность всех основных игроков этого региона, включая Турцию, Израиль, Саудовскую Аравию, Иран, Соединенные Штаты Америки, Германию, Францию. И получается, что Российская Федерация всем своим присутствием, участием своих вооруженных сил, в части военно-космических сил, показывает всему миру, как на самом деле следует вести дела на планете Земля в эпоху, когда нам грозит глобальный экономический, климатический, военный, политический и другие кризисы, которые на самом деле могут зачеркнуть человеческую цивилизацию просто красным карандашом, как и не бывало. И вот это на самом деле первейший аргумент того, что в разговорах с нашими бывшими соотечественниками, когда нас начинают грузить глупостями о том, что мы уже там буквально на завтра, на послезавтра, тактово, но тактики трошечки не так. Российская Федерация, мало того, что после возвращения Крыма, очень важный вопрос, не присоединение, не аннексия, вот эти все разговоры в пользу приезжих о том, что под штыками мы с вами ходили голосовать на референдум, это все, ну, уже даже и не модно, уже даже просто стыдно это все повторять, потому что это выгодная политическая позиция для аргументации, для того, чтобы нам рассказывать про нас. Да вы приедьте сюда и давайте сядем и поговорим. Ну, только не в социальных сетях, когда человека не видно, а вот так вот поговорим с людьми, посмотрите своими глазами, и тогда встанет вопрос, а будете ли вы так же врать? И вот этот вопрос, связанный с перемирием Сирии, который вывел Российскую Федерацию, по факту она и в конце сентября уже была на этой позиции, но сейчас Российская Федерация находится на позиции сверхдержавы, которая возвращает свое влияние, возвращает свой военный, экономический, политический потенциал, даже несмотря на то, что в мире царствует и, в общем-то, свирепствует экономический кризис, тем не менее, ситуация вот такая. В позиции, в диспозиции между цивилизацией Запада и Востока мы с вами имеем диалог между президентами Соединенных Штатов и президентом Российской Федерации. Это очень важно. Если вернуться к вопросу об украинцах и диалогах с ним, а предыдущие несколько эфиров были посвящены и методике того, как вести этот диалог, и классификации аудитории, людей, с кем мы общаемся, то очень важный вопрос с точки зрения картины мира, а нынешняя позиция Российской Федерации в глобальной политике, она, в принципе, и является частью картины мира. И украинцы, которые нам передают, ретранслируют свой телевизор, очень многих вещей, ну, не то что не понимают, они загружены той информацией, которая делает их русофобами. И вот с этой точки зрения сегодняшнюю вторую часть программы я хочу посвятить вопросам истории 19-го и 20-го века, чтобы картину мира, ну, хотя бы озвучить. То есть на сегодняшний день сложилась ситуация, что когда украинцы, сведомые бандеровцы, либо, ну, знаете, там тоже есть градации, есть бандеровцы, которые, ну, в общем-то, говорят исключительно на диалекте восточно-польском, который, ну, сформировал так называемый галицийский диалект, они терпеть не могут русских, хотя на самом деле до 1939-го года они в состав России не входили. И тот же Голодомор, которым они попрекают, он их на самом деле как бы и не касался. Но, тем не менее, это действительно, ну, закоренелые русофобы, которые задают инициативу в информационном поле Украины. Есть украинцы, которые живут по Днепру, есть украинцы, которые живут при Черномории, которые нашли себя после государственного переворота, подхватили эту ненавистническую русофобскую идеологию, пытаются ее ретранслировать, но при этом они умудряются даже говорить, «Не, мы не бандеровцы, фашизма в Украине нет, мы просто украинцы, мы просто, в общем-то, люди, мы не русские, Россия не Украина». Вспоминаем труд, тяжелейший труд нашего небезызвестного Леонида Даниловича, который разродился такой книжкой. Понятное дело, он не сам ее писал, он исполнял заказ, но сама формулировка «Украина не Россия» – это одно из звеньев того, что, наверное, в тот момент была поставлена задача сделать из Украины не Россию. А если так рассуждать, то, наверное, в какой-то момент, если сама постановка вопроса говорит, то, наверное, Украина была Россией. И даже топонимика названия «Киевская Русь» – вот уж точно не «Киевская Украина». И вот этот вот достаточно курьезный скандал, когда кто-то, не обремененный большим интеллектом, в Киеве вдруг додумался предъявить претензию Монголии за компенсации, за, ну, примерно 800 лет назад было вторжение Батыя, и поскольку назывались монголо-татарские нашествия, монголо-татарские захватчики, то Монголии был предъявлен, ну, как бы претензия досудебная, связанная с тем, что надо заплатить компенсацию за агрессию, за оккупацию Киева, за разрушение там церквей, там стен и так далее, и так далее. На что, с одной стороны, это понятная идеология, Украину хотят сделать проектом, который имеет 800-летнюю историю. На что в Улан-Баторе сказали, ну, мы с удовольствием рассмотрим ваш вопрос, пришлите, пожалуйста, паспорта в списки граждан с обоснованием, с описанием гражданства относительно того, что какие украинцы и члены их семей потерпели такой, в общем-то, геноцид, и, в общем-то, убытки, и потерю имущества, и жизни, и здоровья от монголов. И мы с удовольствием рассмотрим на документальном уровне. Судебные дела, они делаются не на разговорах, они делаются на документах. Представьте документы, в которых будет указано украинское гражданство. И вот здесь мы на самом деле подступаем к очень главному, важному вопросу, связанному с тем, а Украина, это проект какой? Сколько ему лет? Не произошла ли дезинформация, маскировка и саботаж в сознании миллионов украинцев? А этот процесс, конечно, не делается за один день. Он делается, ну, в данном случае я хочу сказать, что он делается примерно 200 лет. Украинский язык, даже есть документы, которые можно показать, и мы, наверное, сделаем целый документальный фильм по истории украинского проекта. В 1794 году была сформулирована задача создания украинского языка, используя определенные диалекты. А на территории нынешней Украины язык, в общем-то, русский. Суржик, который распространен на Причерноморье, причем распространен не только в Херсонской области, в Запорожской, в Одесской, ну и на Кубани, даже в Воронеже, этот суржик – это просто южный диалект великого русского языка. В Полтавской области был свой диалект великого русского языка. И вот, используя определенные диалектические особенности западных языковых семей, и в 1794 году была поставлена задача сформировать украинский язык. И эта задача была сформулирована прежде всего потому, что даже униаты, которые на Западной Украине жили в основном, они все равно по роду, по своим родственным связям считали себя частью Великой Руси и назывались русинами. Они были русские. И вот для того, естественно, с военно-политической точки зрения, Австро-Венгерская империя, которая формировалась в то время, они на осколках Речи Посполитой после раздела Польши, они и поставили задачу сформировать локально из части русского народа определенную анклав людей, которые можно селективно за несколько поколений, а существуют некоторые технологические разработки, связанные с четырьмя поколениями и восемь поколений. Кстати, на истории Советского Союза это разложено буквально по датам. То есть, если считать за точку отчета 17-й тире плюс-минус три года 20-й год, то ровно через 40 лет можно начинать первую волну переформатирования информационного поля картины мира, находящихся у людей в головах. И еще через 40 лет вторую волну, которая может это закрепить. Примерно вот такую же 80-летку положили австро-венгерские, в общем-то, стратеги, которые начали формировать язык, который, в принципе, был диалектом великого русского языка. А потом они через 40 лет ввели в строй такого, в общем-то, несколько было спикеров, которые создали, в общем-то, идеологию украинства. И среди них был такой известный деятель Тарас Григорович Шевченко. И еще через 40 лет появилась вторая волна, которая и послужила основанием для того, чтобы сформировать идеологию нового украинства и утвердить для всего мирового сообщества, что на территории Новороссии, Малороссии и Червоной Руси, Руги, Руты, Червона Рута, сформировался новый народ, который называется Украина. Взяли региональное название, взяли это имя, ну такое же, как Вологодчина, Кубань, Слобожанщина, примерно такого же порядка название, и взяли и распространили на определенную территорию. Ну вы об этом, в общем-то, много чего знаете. В результате за XIX век была сформирована идеологическая основа. Работа с населением в рамках Австро-Венгерской империи проводилась вот по какому критерию. Дело в том, что русины, руснаки, руги, русы – это трудолюбивый народ, земледельцы, который, в общем-то, селектировался вот по какому принципу. Начали отбирать и финансово поддерживать тех людей, которые услужливые, которые могли отказаться от этических норм, могли предать, застучать, могли отправить на казнь кого-то. Было венгерское восстание во второй половине XIX века, и из русинов была сформирована, в общем-то, карательная экспедиция. Отобрали специально людей, им дали денег, их накормили. Это было сделано еще и для того, чтобы венгров, по которым шла карательная операция, поссорить с русинами. Потом, когда уже начиналась Первая мировая война, это первая половина XX века, люди, которые отказывались идентифицироваться по факту, по вопросам веры, по вопросам названия, по вопросам самоидентификации, в рамках Австро-Венгерской империи, которая воевала с царской Россией, был произведен геноцид. Народ не переселяли, как это у нас в Советском Союзе было, а народ просто начали уничтожать. Всех людей, которые за веру и за свое наименование, название Русины, их сгоняли в лагеря Толергов и еще одно название там в Австрии в самой, и этих людей фактически расстреливали, и, в общем-то, это был прообраз будущих фашистских концлагерей. А людей, которые остались или которые, в общем-то, согласились с давлением среды, их обозвали украинцами, и этот проект из рук в руки передали большевикам, части большевиков, которые пришли на Украину в результате всех событий начала с весны 1917-го и фактически по 1919-й год. И эти большевики, которые представляли часть глобальных элит, они подхватили украинский проект, и первые годы 20-х годов 20-го века, в общем-то, процесс украинизации продолжался. Предоставлялись, ну, как бы, возможности создать на территориальной окраине большой России, создать возможность построить новое государство, которое не имело своих управленческих кадров, которое не имело своей государственной традиции. Украина на протяжении 300 лет до воссоединения во времена Богдана Хмельницкого жила в составе большой России. Это была единая страна, которая, кстати, имела производственные цепочки, технологические цепочки, она имела встроенные в рамках одного большого организма. Даже когда образовалась Украинская Советская Республика, вот эти производственные экономические связи, они никуда не делись. Мы с вами знаем, что народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, он подразумевал взаимодействие, кооперацию производств сельскохозяйственного назначения, промышленного, тяжелой промышленности, горнодобывающих отраслей. Эти все производственные связи идут в наследствие еще от царской России. И весь народно-хозяйственный комплекс был построен таким образом, что сама по себе Украина, даже если вот она отделилась сейчас, она все равно не является самодостаточным экономическим организмом. Ей все равно нужны поставки сырья, ей нужны энергоносители, ей нужны рынки для сбыта ее продукции. Правда, в советское время все это рассчитывалось и считалось, и взаимодействие даже на уровне финансовых ресурсов было по другим принципам, но это отдельный разговор. Но тем не менее Украина как экономический комплекс, как совокупность всех предприятий, легкой, металлургической, комплексной, ракетостроительной, военного направления промышленности, автомобильное строительство, все эти предприятия работали в непосредственной связке в кооперации с предприятиями большой страны. И вот это принципиально важный вопрос, который вплотную упирается в вопросы самоидентификации. Если вспомнить численность населения, даже во времена Голодомора велась статистика, можно в Википедии поднять и открыть, население Украины в советское время в общей совокупности росло. Все события, связанные с голодом 1932-1933 годов и 1946 годов, были вызваны, кроме естественных причин, в 1930-е годы это было связано с договорами с нашими глобальными партнерами, зарубежными, американцами, англичанами и немцами, которые вдруг отказались принимать золото в оплату за станки, за технологии, за аж ли первые пятилетки. Мы строили свою промышленность, которая нам, собственно говоря, из-за которой Советский Союз и победил в Великой Отечественной войне. Так вот, условие вдруг поменялось, и вместо золота или вместо финансовых ресурсов было поставлено условие только продовольствия. Используя этот повод, часть местных элит создало дефицит продовольствия, причем это было сделано достаточно нагло и необычно. Страна очень большая, и на местах был саботаж. Нужно сказать, что все руководители, допустившие это, были расстреляны, были убраны со своих должностей, и страна большая, она, в общем-то, достаточно быстро и оперативно поставила продовольствие в эти регионы. Но осадочек, как говорится, остался. И сейчас эти события используются таким образом, как будто бы центр дал команду выморить голодом свое же население, которое эту территорию удерживает. Это не соответствует действительности. 46-й год голод, он был связан с тем, что весь мир жил по продовольственным карточкам, страна была в разрухе, и действительно продовольствия не хватало. А расчеты по долгам за Вторую мировую войну у нас продолжались. На секундочку, последний платеж по ленд-лизу мы сделали, на секундочку, только в 1974 году. Но смысл моего выступления сейчас заключается в том, что, несмотря на все это, население Украины как части большой страны в экономическом и даже в самоидентификационном смысле росло до 1992 года включительно и достигло 54 миллионов человек в 1994 году. прирост, естественный прирост населения на Украине в советский период составлял примерно 300 тысяч человек в год. Вдумайтесь в эту цифру. То есть на протяжении советского периода истории, когда Украина, даже будучи отдельным государством, даже будучи соучредителем Организации Объединенных Наций вместе с Белоруссией и с РСФСР, экономический и самоидентификационный, она была частью большой России, и население ее росло. И что это было за население? Это были грамотные люди, которые пускали в космос космические корабли. Не сейчас, как они вот только сельскохозяйственное производство и дома под стрихами, а это была высокоинтеллектуальная страна с высокоинтеллектуальным промышленным производством. И где это сейчас? Я уже не говорю о том, что имена, фамилии и отчества, что в России, что в Белоруссии, что в Украине, они идентичны. Собственно говоря, прежде всего потому, что Крым сохранил эту самоидентификацию, в марте 2014 года мы сделали свой выбор, который и привел к тому, что мы вернулись в состав Российской Федерации. Я думаю, что процесс, связанный с остальной Украиной, завершится тем же. Жалко, что на это нужно потратить больше времени, и это может вызвать отдельные жертвы на территории самой Украины. Сегодня говорили о самоидентификации. Сегодня 2 марта. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова